доброго времени суток друзья начинаем сегодня новое прохождение прохождение булатный стали 215 долго мы с вами голосовали ну и таки выбрали выбрали друзья это у нас будет фракция сицилия ранняя компания и давайте потихонечку начинать начнем мы пожалуй с выбора модов извиняюсь не модов конечно же вот мы уже давно с вами выбрали конечно же скриптов которые мы с вами выберем которые мы будем сегодня оставить с вами давайте давайте выбирать так что у нас тут вообще есть там есть у нас с вами много много всего разного и что же что же из этого будем выбирать первым делом конечно же гарнизонный скрипт какой мы с вами возьмем но в принципе всех представленных я выберу наверное гарнизонный скрипт из булатной стали 2.0 он мне более-менее нравится там не такой сильный собственно сам гарнизон в общем на мой взгляд лучше чем 2 и 3 потому что один из них вообще работает для всех в том числе и для компьютера мы с ними уже с ним уже пробовали вроде бы играть и получается так что мы очень медленно идет развитие но захват компьютер компьютером там это очень серьезные проблемы не будем экспериментировать возьмем обычные денежные скрипты денежные скрипты тоже вроде бы пробовали понравился мне вот этот ну как он не не то что сказать что понравилось вы знаете мое отношение к этим всем вещам которые там усиливают и улучшают увеличивают обогащают и делают другие вещи вот я не очень сильно люблю но мне кажется что допустим плюс 5000 компьютеру если не указано уходит в минус это нормально это нормально это сойдет доходы есть на стандартная экономика есть трудная экономика сниженная незначительный доход от городов и замков это довольно таки любопытно конечно увеличена стартовая казна для и и да ну что же давайте наверно возьмем сниженная также то дохода торговли это не очень хорошо конечно но мы пусты 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 трудных путей не ищем так дальше включить реальный найм войск до отключите реально ребаланс точно не буду ставить он мне не нравится реальный найм реальный найм а наверно ставим конечно первый этап нашей игры будет скудин на войска но зато нормальный реальный искусственный интеллект ставим сложный войнушка против всех в принципе дано в принципе нас и ожидает против всем тем более убрали брали не знаю тут я так и не запомнил как он называется этот искусственный интеллект на букву б а но мне очень понравился он соблюдает союзы играть конечно от этого становится гораздо удобнее лучше но мы сегодня будем проход начинать хардкорное прохождение и поэтому интеллект у нас будет именно сложные агрессивные с ударом из-под тяжка и без соблюдения каких-либо союзов музыкальное сопровождение у нас будет естественно свое так что эти мы даже не будем заморачиваться наемники я шутю знаю что это за наемники я еще в тот раз этим не разобрался и не буду разбираться воскрешение фракции у нас никогда никаких не будет сдохли значит сдохли и нехрен тут выезживаться погода всегда ясно цитаты оставим европейские дальше по остальным скриптом более мелким значит бгр бгр я вам клялся и божился еще прохождение за владимир что мы выключим чертовой матери чтобы он не портил нам наших полководцев и его действительно выключен а потому что у меня выбирает своими повторяющими сообщениями что верность снижается она и снижается хотя на самом деле она не снижается и потому что там как-то они просто повторяется без снижения но меня это нервирует это выпешивает вообще всякое разное ну нахрен этот бгр не хочу вновь с ним мучиться маяться и всякое другое делать более что у нас помимо этого еще будут проблемы супового с выполнением дополнительных целей все же у нас государство такое полуостровное ходить и плавать по морям нам придется много бгр к этому тоже относится крайне отрицательный и ловить мы эти отрицательные трейты будут только в путь поэтому и он нафиг очень включил двоенный скрипт для и и чтобы там были бонусы были лычки были всякие там моральки и всякое другое скрипт вторжения монголов в ранее включаем скрипт вторжения 1220 год 30 стеков плюски в пати калаврат пускай будет эффект закрытой карты мы конечно же применять не будем долгую ассимиляцию применять не будем топ вторжения монголов я не знаю я не знаю ребят честно скажу без понятия малейшего так историческая летопись битвы ранее давайте включим вообще летопись включим исторические битвы включим исторических персонажей включим набеги половцев на руси как вам сказать мы это не увидим вообще никак мы как бы немножко в другом месте будет находиться нападение мятежников на города как вам сказать это сложно сложно это если бы они не читерили при вот прям как здесь написано когда они собственно нападают в тот же ход то есть они мгновенно строят таран лестнице и игроку вообще не дают какой-либо возможности среагировать до то есть если бы давали бы возможность хотя бы один ход как это нормально происходит когда даже компьютер приходится строить эти время свое тратить на производство тарана лестнице игроку соответственно дается возможность хотя бы один ход как-то отреагировать потянуть какие-то подкрепления откуда-нибудь там а еще что-то хоть как-то среагировать то я бы с удовольствием взял бы повоевал бы с этим мятежник почему нет это действительно было бы здорово это усложнило бы геймплей всегда надо быть настороже и держать какие-то гарнизоны там в какой-то геометрическая окружность чтоб прийти на помощь на каким-то своим городам а так на это они появились тут уже захватили все это в каждом городе надо держать гарнизон чтобы он смог отбиться целого стекла на хрена мне надо денег у нас нету сложную экономику мы с вами выбрали выбрали денег у нас свободных не будет и поэтому либо убирать экономику сложную а либо же включение не включать вот эти вот набеги так что тут а либо так либо так естественно ограничение ограничение строительства нас не будет консоли и ни за что постоянные стрелы смысле включить а ну конечно конечно же да отключить постоянные стрелы чтобы они пропадали мой мой древний калькулятора и так на последнем из дыхания то что что сильный старт это что у нас сильность в каждой фракции дается дополнительный full стек а нет 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 скрипта альтернативной экономики и даже не знаю инфляцию и не знаю скрипт воевания потерянных столиц легко обходятся скрипт церковной десятины но на самом деле вот вот кому кому а с цели это точно нельзя включать поскольку это было бы исторически неверно а вот про исторически неверное собственно с вами поговорим попозже ну да ладно скрипт взросления принцесс обязательно включим скрипт военной помощи слабым ой не знаю не знаю опять эти full стеки из воздуха я очень не люблю и предпочитаю чтобы но если ты слабый значит ты умрешь да а и в жизни именно так если слабый ты слабый и full стеки из воздуха у тебя не появится армии как что обозрись не сохраненки оставляем скрипт смены наследника поставим скрипт содержание городов но на самом деле меня очень сильно просили хотя последний раз я этот скрипт включал только в былом крузис когда мы проходили фракцию пиза кстати тоже итальянскую до фракции но как бы попробуем это будет усложнение кампания будем где-то какие-то фракции шерстить где-то пытаться получить собственно денежку так этого мимо этого немания не ни за что ни за что нет 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 спаун агентов и иране до агентские воины я обожаю будем воевать будем убивать торжевые башни ну поставим стражевые башни почему нет но вот собственно мы с вами все скрипты расставили я надеюсь что мы получили достаточно хардкорное прохождение еще более хардкорным его можно сделать если включить bgr например включить там всякую инфляцию десятину ограничить там строительство себе долго ассимиляцию включить скрипт усиления поставить сложным управлением но я считаю что игра не только должна приносить сложности она еще должна приносить и удовольствие значит нужно искать некий баланс когда подобная хардкорность уже не будет переходить в какое-то просто безумие из-за которого все просто пукан подгорает так что остановимся на том на чем мы собственно остановились и выбрали поехали применяем все эти скрипты ну и собственно закрываем и запускаем игру это друзья вот мы попали в игру был адный стал один игрок основная компания ну и конечно же выбираем нашу с вами с целью королевство сицилия все настроечки сложные высокие максимальные все как мы любим условия победы компания конечно же будет долгой а это нас вполне себе устраивает надо захватить 50 областей в том числе с целью она принципе так наш бугогашечка на компания корсика сардиния и фрики триполитания марки и пир македония иудея мармара пережить гибель таких держав как византийской империи кордовский халифат и королевство врагу вот зачитывать историю я не буду поскольку это скажем так уже выписка из будущего выписка из будущего которая еще только предстоит случиться поскольку так-то так королевство сицилия образовалась в 1130 году у нас идет одна тысяча сотый собственно ходик там и у нас еще никакого на самом-то деле королевство то нет бугогашечка как-то вот так как-то вот так там саммит норманцы еще в одна тысяча шестидесятом году высадились на сицилию наваляли арабам потом они еще правду 20-25 лет воевали там с мелкими князьками графами герцогами остальными товарищами как самой сицилии так и с южной италии вот и только там где-то тысяча девяностом что ли году или даже нет вру да да хотя да да это так одним словом воспользовались правитель сицилия расприем между папиками римскими там был свой антипапа на вот они его собственно попросили очень очень попросили и он конечно согласился короновать собственно правителя роджера королевской короны сицилии и с этого момента все она и пошло и поехало и шло в принципе это королевство сицилии не шутя до 19 века должен образовалась единая единая это италия что история очень долго но мы начинаем начинаем концерт заявкам так тут нам рассказывают что все все у нас будет плохо боевой дух и доходы и сложности великий он церковный раскол и вообще жопа жопная и как мы с вами будем непонятно наш персонаж год фриды годфиль получил великого рыцаря креста всякое командование там звездочка драка макворки неплохо еще и рыцарь команду это рыцарями и рыцарь баронет собственно еще сам он рыцарь научим такой товарищ очень заслуженно очень мощный но мы пока не про игру давайте наверное про сперва дополнительное задание которое мы с вами выбрали вы предлагали множество вариантов самых различных но в принципе почти все они свелись к одному это к образованию на территории равном наверное римской империи то есть захват всего побережья с детали испании всех островов был кстати отдельный запрос захват всех островов в игре то есть балиарских островов сардиния корсики и сицилия так наши с мальцией плюс крит кипра что еще из островов и шотландия в смысле ирландия ну и собственно сам оловянные острова такой посыл захватить все острова но у нас вообще есть условия игры до условия победы где нам нужно в принципе будет уничтожить арагон поспособствовать до уничтожить византию захватить все территории греции потому что нам в любом случае нужно анкона нужно арта анкона в смысле это в италии а вот арта фессалоники константинополь это в любом случае намекает на всю почти грецию с константинополем да плюс нам нужен тунис а значит в любом случае у нас будет война с кордовским халифатом можно уничтожить арагон хотя можно просто тупо подождать он может и сам загнется то и узнает но пока меня все-таки мысли будоражит о захвате всего побережья средиземного моря мы такой уже в принципе с вами проделывали в игре за византийскую империю нам тогда это удалось сделать может быть удастся еще раз проделать то же самое посмотрим посмотрим были еще предложения там отправиться обратно на родину предков в норвегию и захватить но может быть мы так поступим вариантов вообще было много но большинство из них сводилось именно захвату всего бассейна средиземного моря от и до от самой испании до иерусалима от африки до рима сразу же предлагали кстати захватить рим но этого мы делать наверное не будем потому что это больно жестко друзья больно жестко иметь в врагах весь католических мир учитывая сложности искусственного интеллекта мы и так будем воевать со всеми наверное так что тут делать нам и так и переделать давайте знакомиться с нашими с нашими ребятами с нашими с нашей родословные стоит в главе у нас танк рэд который сорок первом году умер был у него прямая два сына роберт и нынешний король роджер первый великий 69 лет ему кстати говоря уже что немало есть у него биография с которой естественно обязательно необходимо ознакомиться только сделайте вы это пожалуйста на паузе просто потому что если это буду читать массири растянется часа на полтора не меньше кстати он уже часто болеет здоровье старый минус 10 от передвижения минус 2 здоровья лично безопасности и рождение на это понятно вот есть у него жена аделаида дегатвиль 35 лет таки молодая если продолжить линию роберта то у него был сын роджер 1 борса дома д готвиль есть также биография прозвище борс кошелек из-за привычки считать и пересчитывать монетки своем кошельке вот такой это он засранец и любил любил денежки а тем не менее тем не менее сидит он у нас в баре до последующего войне хороший командир симпатичный энергичный многообещающий командир сицилийская кровь есть вторая часть биографии читаем обязательно обычное здоровье начинает стареть к сожалению очень к сожалению особенно минус пять процентов шанс рождения детей вот в походе у него есть один принципе сын вильгейм апулийский жена 30 ему самому 40 уж они еще раз родятся кем было бы неплохо у короля у нашего роджера первого три ребенка это год в ряды под фильм находится он у нас и так понимаю на сицилии рядом с палермо вот его биография сицилийская тоже кровь молодой великий рыцарь креста год в походе хороший командир ничего не скажешь есть дачура матильда де готовили 18 лет очаровательные способны дипломаты сицилийского королевства молодая ну и собственно наследник принца роджер 13 лет пока что пока что его нет 13 лет а там во сколько в 14 или в 16 появление помнят 14 лет уже не помню но еще у нас какие условия игры с вами будут друзья я про них это забыл сказать мы будем играть без дополнительных генералов то есть никаких генералов по найму никаких героев дня будем играть только той прямой кровью что у нас есть наши дети внуки по линии по прямой без каких-либо исключения у нас изначально сейчас есть один генерал сидит он в неаполе сердже неаполитанские но мы это изменим у нас есть дачура матильда да наша вот она и отправится собственно выполнять операцию чтобы значится он стал из нашей кровной линии вошел в нашу семью отделяемся с каких-либо у меня будет своя каюта конечно тебя будет своя каюта даже не сомневайся у него кстати как раз с верностью беда всего лишь два значка давайте сперва познакомимся поближе серже неаполитанские лишь одно благородство две верности одно благочестие полный отстой но что далее то далее будем работать с тем что есть мыслящий абстрактно то есть он идеально подходит для хорошего города особенно такого огромного как неаполь но правда сейчас сейчас еще огромный тем более у него базовое образование многообещающий администратор агитатор чувство справедливости то есть очень даже неплохо как для губернатора то что мы как он выглядит сейчас обженим снежин согласился мы его обженили вот у него добавилось две верности это очень хорошо жена и сицилийского королевства плюс порядку популярности к верности и вероятности рождения детей то есть прямо все что мы хотим а то мы и получили и так что же давайте будем начинать соображать что же мы будем делать на наших первых шагах у нас казна хорошая 400 400 18 тысяч 17 тысяч правда итоги ожидаемая прибыль минус 1 но на самом деле тут ошибка то что планируем у казна 10 тысяч об этом мне уже писали она другая но потом это дело исправится да и вообще в отчеты казначейства лучше не смотреть ах душа будет спокойнее и так первым делом наверное мы отправимся в анкону нам ее напомню что нужно захватывать в любом случае по условиям победы который мы тоже собираемся выполнять банк они у нас мятежная находится не шутя 6 отрядов 4 отряда городского ополчения с копиями 6 7 и 2 отряда городских арбалетчиков дальним боем 4 не самые сильные войска и отправиться на это дело у нас собственно гарнизона неаполя четыре отряда амила где-то вот так вот да и собственно верно еще четыре отряда из баре возглавится это дело роджера 1 борса выступаем не сюда конечно кораблик кораблика к сожалению пока нет моего кстати сразу наверно отправим кораблик он нам здесь пригодится на следующий ход он здесь если что войска перебрасывать самое она будет у нас здесь получилось 4 отряда здесь 4 отряда всего 8 против 6 должны затащить по идее у нас кто из 8 городское ополчение 47 но такие же ребят как и там сидят отряд лукарей и два отряда конец и получается у ее нет хотя без разницы как сделали так сделаю так глазочку возле онкона будут священник значит сидеть пока что а на сицилии подымать католичество в палермо ну и вторая наша цель и изначально это кальяри да тоже 6 отрядов сидит кальяри нам может кальяри нам тоже обязательно нужно то что тут без разговоров также отправляемся что приказать туда и туда и отправляемся я вот только думаю кого отправить рад годфри отправить или же нашего короля отправить короля роджер первого или же их обоих вот в чем вопрос да ну король то у нас же старенький наверно пускай сидит курит бамбук отправим мы поднять якорь вот этих двоих да три отряда да ну и плюс наверно отправим вот этих ребят получается у нас вот такая армия которую высадится на следующий ход и возьмет кальяри в осаду значит помимо этого наступила пора нам уже тратить деньги на что мы будем тратить хороший вопрос во первых наверное в неаполе мы заложим рынок а дальше в баре заложим лесопилку да наверное везде сперва лесопилку да да заложим лесопилочки отлично везде все строится это хорошо дальше по найму значит в столице конечно же ветеранов копейщиков 518 нам это обязательно надо также можно нанять нормандскую кавалерию наверно 1118 нормандские рыцари получше конечно 1228 но они и стоят айлилилюля есть еще оруженосцы что-то такое среднее типа легкой кавы знательском между прочим 9 почти нормандская кавалерия между прочим ну давайте возьмем тогда обязательно нормандских рыцарей они в городе будут сидеть а вот ветеранов копейщиков и оруженосцев мы потом добавим к войску в галере помимо этого значит в баре мы нанять вообще никого не можем а вот в неапле есть у нас возможность нанимать городских ополченцев арбалетчиков дальний бой 4 и собственно вот этих ребят ополчений с топорами 6-9 и городское ополчение с копьем 4-7 берем пока что у нас здесь все очень грустно но первый заход возьмем этих ребят второй заход возьмем еще и арбалетчиков вместе с купцом ну как то вот так у нас это будет выглядеть налоги в неаполе наверное поставим повыше стоит ли но 150 монет в принципе нам пригодится именно сейчас ну и можно уже сделать на следующий ход да все что мы могли мы сделали единственное что чего у нас нет так это у нас нет дипломата этот момент очень откровенно говоря профукал вообще у нас был дипломат принцессы но принцесса нам для другого нужна так что мы вместо арбалетчика через ход наймем все таки послав вместе с купцом который нам пойдет первоначальные мирные договоры заключать ну и давайте делать собственно первый ход так нашему готфриде готвилю предлагают невесту климентину ману давайте мы вспомним кто это это вот ты да 21 лет очень качественный полководец ну конечно же да конечно же да по хорошему найти бы принцессу но к сожалению принцесса лишь для наследника доступна но хорошо принимаем климентину ману надеюсь ей да ты издеваешься 28 да что за бред да как называется не повезло так не повезло новости король социлийский серджио дон де готвилль получил он всякие разные плюшки выросли у него командование благородство еще верность подошла до благочестия от герды от анча что он герцог неаполя провисли компании да и то что он из дома де готвилль теперь хорошо очень хорошо так рожа 1 борса наш который товарищ идет повернуть онкона получил советника и верность и благочестия а наш король стал герцогом полерна плюс 5 доходом денег стало у нас гораздо меньше 9000 то есть половину потратили да еще и минус идет в минус 2000 охренеть строительство две лесопилки сделали так что у нас там по флоту вроде как стыкаем можно кстати взять наемную галеру тогда сделаем вот таким вот образом сделаем вот таким вот образом можем не можем так не люблю я вот эти логические шутки значит два тара на 4 лестнице зачем так много лестниц 3 хватит ну и собственно теперь армию добавляем все нормально нормально опять ходиков по идее их можно поддержать в осаде осады продолжается да да чтоб меньше потерь было так наши разведчик что расскажешь нам немцы здесь сидят да тут папик сидит все ясно кораблик наш значит высаживается возле калере наша армия можем взять тоже кораблик но нет давай берем в осаду этих засранцев начинаем осаду и да поможет нам опять таки лестнице нам столько не нужно у нас пехоту то столько нет а у таран дополнительно иметь очень даже полезно да и вообще на ли на стену лезть это глупо 5 ходиков можно также в принципе наверное подождать пока они сами выйдут чтобы не терять войска и в полной мере реализовать нашу конус я считаю что неправильное решение что там что здесь просто ну конечно да по деньгам мы может быть и потеряем немного но это лучше чем штурмовать гораздо лучше и нужно что-то придумывать чтобы как-то нивелировать этот охренительный минус по деньгам я думаю что надо распустить хотя бы один кольк 350 монет да минус 760 уже лучше уже уже хорошо уже уже чувствуется да так ну и строительство нужно что-то наверно расширение полей это нам даст прирост населения это нам даст больше собираемых налогов ну сам рост еще дороги конечно бы хотелось полтора процента 4000 не сперва расчищенное поле потом дороги хорошо в принципе все сделали больше нам делать нечего один кораблик там один кораблик здесь один кораблик еще отправим в палермо чтобы добросить войска на следующий ход да да еще пехоту и оруженосов добросим а здесь у меня расчается точно так же два отряда конницы хорошо все в принципе нормально идем в следующий третий ход весьма интересная ситуация нас совершенно мятежники не боятся они в наглую просто выходят из города калере и атакуют мои войска это что-то с чем-то удивительное у нас три отряда пехоты два отряда арбалетчиков и два отряда конницы у противника же у противника кстати говоря я почему-то посчитал что у них точно такие же войска как и в анконе у них войска гораздо лучше теперь понятно почему они так смело выходят у них конечно один отряд бомжей крестьянство у них есть два отряда лучников исламу которых дали не будет пять секундочку да и три отряда ветеранов копейщиков в восемь восемнадцать то есть в этой битве весь шанс отбиться только за счет конницы если конница не справится нам наступит жопа ну что я могу сказать в принципе по отрядам мы одинаковые некоторое время наши ополченцы конечно ветеранов поддержат арбалетчики думаю постреляют по копейщикам по какому-нибудь из отряда за это время наши конницы 50 конников должны разобраться полностью с лучниками ударить в спину копейщикам иначе нам жопа радует что с нами есть нормандская кавалерия но тем не менее бой будет очень даже напряженным баланс сил вообще не в нашу пользу 3 к 5 это жестко мы победим во имя господа на битву итак друзья что же мы начинаем строиться противник начинает выходить пока что давайте глянем на наши войска ну это печи с арбалетами печи с копьями тут нет ничего такого интересного вот наши конницы да очень красивые ребята это охрана полководца нашего это вот здесь рыцари нормандские но мы их видели неоднократно ничего тут особо такого нового мы с вами не увидим так арбалетчики вы не дотягиваетесь к сожалению это меня конечно очень сильно беспокоит конница пока эти ребята там занимаются фигней я бы на самом деле уже ударил арбалетчики начали вести огонь это замечательно так ну они прямо в наглую ты смотри стреляют как хотим да ну что же ну давайте пока наших арбалетчиков игнорят это хорошо мы занимаемся уже лучниками господа вражеский полководец о как о как ребята мы войнули полководца это здорово так этих игнорим стреляем вот сюда прямо разворачиваетесь наша конница захреначила два отряда этих генератов это настолько просто что я просто в шоке так рыцари соберитесь ударяйте в крестьян арбалетчики выходим вперед вы расстреливаете пехота нашей конечно же приходится нелегко так крестьяне побежали гена слушай ты можешь захватить это так работает нет я чуть уже запамят открою еще вы стреляете нет стреляете парни стреляете прямо в них в упор 77 охренеть это работает наш гена там захватывает замок а это мощно сейчас мы здесь семерых убьем и конец норманцы смогут ударить что вы делаете ребята некогда этим заниматься стреляешь маляйте здесь вы всех убили да всех убили и мы можем конец и ударить вот в этот последний отряд в спину копейщикам так арбалетчики в спину в спину стреляете но наша пехота кстати очень качественно держится без каких-либо вообще проблем две минуты друзья и калери будет нашим бугагашечка так смотрим на чардж наши кавалерии в спину она входит копейщикам и конечно копейщики сейчас возможно дрогнут но нам повезло повезло что мы сразу же вальнули ух ты же ходят ходят так отряд отряд крайних копейщиков побежал вот конец будет преследователь так арбалетчики переносим огонь на следующий отряд так вот эти ребятушки возбудились на нас две минуты они кстати успевают карбалетчики в них тоже пошмаляйте так вот этот отряд а ну нормально он он возвращается этот отряд все хорошо враг обескровлен мы истребили половину работаем работаем но мы кстати умудрились потерять 11 нормандских рыцарей чарджем спину как мы так сумели вопрос вопрос просто на миллион если даже не больше как мы так умудрились так рыцари возвращаетесь если ничего не изменится мы победим я так понимаю они хотят прессануть наших арбалетов но в эту игру можно играть вдвоем отходить 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 ну чего вы тупите то и не тупите парни отходите 50 секунд и я даже врываться еще раз конец и не буду просто потому что нам это не нужно просто тупых расстреливаем и ждем время зачем нам дополнительные потери в наших силах нам еще в африку высаживаться тунис брать давай гаси гаси о молодцы просто расстрелим спину ну конечно эти лучники ислама они меня порадовали вообще от вас как порадовали их наши конницы так прессануло что они прямо аж в три отряда сдулись так конницы уйти а ну хотя уже не уходи все гена наши захватил захватил все это дело ну конечно обидно за рыцаря но я только не понял как они олегли ну вообще понял они там завязались в копейщиков и когда на отходе выходили из копейщиков их натыкали на 3 отряда завершаем битву пославим господа враг разбит не шутя это героическая победа секундочку 235 у нас потерь 552 у противников мы убили блистательная победа возрадуйтесь ну и собственно город город наш что мы с ним будем делать ну наверное вот так вот разграбим немножко жителей терроризируем ну и плюс 400 монет для нашей для нашей казны это хорошее подспорье ну и плюс сам калери дает аж 680 монет что для нас просто великолепно так лагерь разорили на 500 монеток новая киевская принцесса новое задание в заведении часовинки в баре ну что же давайте хотя не давайте мы вот сюда вот часовинку сразу поставим чтобы про нее не забыть про это задание и на следующий вот строить что у нас по казне ну минус 200 монеток это нормально битва при Рамле первая из трех битв близ палестинского города Рамла состоявшаяся 7 сентября 1101 года между крестоносцами Иерусалимского королевства и войсками египетских фатимидов Рамл лежал на дороге из Иерусалима в Аскалон мощная крепость фатимидов в Палестине из Искалона визирь фатимидов Аль Авдаль Шах Шахан Шах почти ежегодно проводил набеги на недавно основанное христианское королевство таких набегов было зафиксировано 3 пока король Иерусалимского королевства Балдуин 1 не вывел всю армию навстречу египтянам в районе Рамлы армия крестоносцев в главе с Балдуином 1 насчитывал всего 260 рыцарей 900 пехотинцев разделенные на 6 отрядов египтяне уже во главе с Адом Альдаулием выставили около 10 тысяч воинов первые два отряда крестоносцев вступили в бой и были разбиты третий отряд находился в утруднительном положении однако король смог установить порядок войске брошенные в бой резервные отряды крестоносцев смяли египтяна и вынудили их в панике отступить египетские войска в тот период полагались на суданских лучников поддерживаем арабскими и барберскими всадниками лучники двигались в пешем строю а всадники ожидали атаки противника стоя на месте это превращало египскую армию в статичную мишень не только для вражеских лучников но и для тяжелой кавалерии так в данной битве египтяне обратились в бегство именно тогда когда их в ряду врезалась война христианских рыцарей после преследующие бегущих египтян доска он вернулся в раму чтобы разграбить египетские лагеря успехов обеспечила на спокойствие на последующий год ну конечно такой когда читаешь битвы тысяча христиан разбила десять тысяч египтян это просто знаете из глаз кровь сочится читает и думаешь как это вообще такое возможно то это же размен один в десяти как неужели вообще дисциплина никакой не было и все там убегали прямо сразу ну и казалось бы чем думали командующих как можно было лучников одних где копейщики да где копейщики которые могли бы остановить христианскую конницу ну в общем много непоняток плюс как они пользуются рельефом местности если их лучников гоняло конница то есть какие-то возвышенности занять непроходимые для лошадей ну и все и жопа ну и где там конница рыцаря ну где лучники на каких-нибудь скалах или еще какие-нибудь придумать вещи но это читаешь просто не понимаешь как это вообще все возможно ну ладно новый союз венеция и престола мы здесь наняли в поле нормандских рыцарей благо они теперь находятся у нас на бесплатном обеспечении это очень хорошо у нас кстати появился наш наследничек принц Роджер 14 лет ему это очень-очень хорошо у него есть уже наставник есть учитель дом дом право на трон ну и все все такое знаток кстати горного дела надо это будет учесть плодовитый тоже хорошо нужно ему немедленно искать невесту чем и займется нанятый в Неаполе посол у нас здесь посол и купец военный лагерь вот кстати в военный лагерь очень даже было бы неплохо его свозить так ну купцом я потом буду заниматься со всем этим со всеми этими вещами это нам не очень интересно на прямо сейчас в итоге хода все все грустно здесь пока что в минус город давайте на калии глянем этот замок военный замок да войска соберем вот таким образом у нас здесь лишь укрепление есть и казармы ну хотя бы за казармы вам спасибо строить мы здесь что будем на первом делу конечно же лесопилку потом наломни потом поле потом дороги только потом наверное до чего-то военного мы дойдем через пять ходов ходиков можно будет ветеранов копейщиков нанять что тоже в принципе неплохо давайте корабликам глянем что у нас по туннису Туннис нас ждет 6 отрядов 6 отрядов 6 отрядов 6 отрядов это это немало это немало а мы можем из поли手 Network да трид три отряда можем делать ее три отряда укрепят значит вот отсюда можно дерьмо сколько? Да, наверное, всех. Да, почти всех оставим. Здесь только Коцанах, а Арбалетчикам, Крестьян. Хотя, по идее, наверное, проще оставить городских ополченцев Коцанах. Блин, у меня пехота лишь один отряд остался. Отсюда вот второй я выведу. С пехотой плохо, зато с Конницей хорошо. В общем, на этом мы еще на досуге подумаем. На сегодня, друзья, все очень у нас долгие получилось введения со всеми этими скриптами, объяснениями, пояснениями, а самой игры, к сожалению, в этой серии недостаточно много получилось. Ну, я думаю, уже в последующих мы наверстаем упущенное. Нам сегодня все. Не забывайте ставить лайкосы, писать комментосы, ну и, конечно же, подписываться на канал. Всем хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok